И где, как не здесь, должны проходить гонки парусных яхт? Все подробности о регате в честь Дня военно-морского флота нашей страны от нашего коллеги Андрея Яковлева. Добрый день, уважаемые зрители! В прямом эфире город воинской славы Кронштадт. Морской форт-пост момента основания на острове Котлин в 1704 году. Город моряков именно отсюда отправлялись в путь военные корабли на защиту нашей Родины. Ну, кроме того, стоит отметить, что Кронштадт – это еще и город-окно в мир. Ведь отсюда, с этих пристани, отправлялись кругосветные путешественники Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский на кораблях, парусных кораблях «Надежда» и «Нева». Они обошли весь земной шар с северных до южных широт. Сегодня над акваторией Финского залива снова белеют паруса. Проходит восьмая регата. И с нами Василий Владимирович Камлюк, старшина Санкт-Петербургского морского собрания, благодаря которому регата в День военно-морского флота стала уже доброй традицией. Здравствуйте, с праздником! Добрый день! Большое спасибо за поздравление, с праздником Днем военно-морского флота. Итак, регата проходит в Петербурге уже второй день. Сегодня подвели итоги первого дня и подведут вечером итоги второго дня. Что ждет участников в нынешний день? Я хочу сказать, что вчера очень плодотворно была проведена первая часть парад парусов в акватории Кронштадта. Далее прошла гонка морская на 18 миль, в которой приняло участие 52 яхты. По численности у нас получилось 257 человек. Это показатель большого желания людей, жителей Кронштадта, Санкт-Петербурга, окрестностей участвовать в этом мероприятии, заниматься парусным спортом, развивать это направление и делать благие дела во благо нашей Родины. Регата – это и дань памяти парусному спорту и флоту. Кто мог стать участником этой регаты и какие необходимы навыки и знания? Первая должна быть подготовлена техническая часть. Второе – должны быть получены определенные навыки в обучении и управлении парусными суднами. Также знать навигацию и другие вещи, связанные с мореплаванием. Каждый, кто принимает в их участие, они разносторонне развитые и всегда выполняют в очень хорошем ракурсе свои обязанности. Вчерашний день, когда это было солнечно, ветрено и с небольшим волнением моря, получилась очень позитивная и интереснейшая гонка. Итоги ее были подведены вчера вечером. Состоялся брифинг, а сегодня прошло уже награждение по итогам первой гонки вчерашнего дня. Сегодня с акватории нашей бухты вышли парусники для участия в главном военно-морском параде. Далее, после 14 часов, будет дан старт второй гонки, которая будет финишировать в Кронштадте. Сегодня мы, кстати, видим и парусники на Кронштадтском рейде. Это четырехмачтовый барк Седов, построенный в 1921 году в Германии и переданный после Великой Отечественной войны Советскому Союзу. На сегодняшний день это самый крупный из сохранившихся учебных парусников в мире. В 1989 году его занесли даже в Книгу рекордов Гиннесса. Он обошел весь мир от Арктики до Антарктики. Также мы видим трехмачтовый фрегат «Мир». Это тоже учебное судно. На нем проходит практику матросы. Судно с полным парусным вооружением. Неоднократно занимало первые места в самых известных мировых регатах и признано самым быстрым парусным судном в мире. И скажите, пожалуйста, а как научиться и вообще для чего нужно учиться морякам сегодня ходить на парусниках? Первые навыки, которые получаются, я уже сказал о некоторых из них, а дальше понятие вязания узлов, поднимания по лестничным или веревочным лестницам, переходить с одного положения в другое, выслушивать команду, манипулировать в тех ситуациях, когда осуществляется крен судна или другие вещи. Они все нужны с детских занятий, которые проходят на маленьких парусных суднах. Потом они дальше уже переходят, получают образование в учебных заведениях, становятся мастерами и шлюпочной практики, и управления парусным судном малым. А дальше следующий шаг, это уже такие парусники, о которых вы только что сказали, которые сейчас стоят на рейде и которые бороздят моря и океаны нашей земли. Василий Меев Владимирович, огромное вам спасибо. Мы продолжаем прямой эфир на телеканале Санкт-Петербург. На прямой связи был Кронштадт, и мы еще вернемся. Продолжение следует...